Об этих и других событиях дня в прямом эфире Илья Сахаров и Алина Ваучейская. Укруг готов перейти на новую модель управления, которая призвана снизить бюрократические барьеры и повысить уровень персональной ответственности за результат своей деятельности. Это еще раз подчеркнул глава региона Игорь Кошин на первом заседании Высшего совета. Доклад главы региона выслушали главы муниципальных образований, руководители бюджетных учреждений и законодатели. Высший совет должен стать основным совещательным органом в Ненецком округе по вопросам координации действий органов исполнительной власти и организации их совместной деятельности с муниципалами. Персональный состав Высшего совета при губернаторе Игорь Кошин утвердил 18 декабря. В него вошли высшие должностные лица муниципальных образований, руководители ЗАГС Собрания, члены Совета Федерации и заместители главы региона. Заседания общественного совета будут проводиться не реже одного раза в три месяца. Установочное заседание Высшего совета решили провести в преддверии окончания года. Встречу Игорь Кошин начал с доклада, в котором подвел итоги социально-экономического развития региона за 2014 год. Так глава региона отметил основные моменты, которые обеспечат успешное развитие региона. Это соглашение о передаче полномочий от Архангельской области в Ненецкий округ, административная реформа и вхождение в арктическую зону России. Ненецкий автономный округ – часть Российской Арктики и часть весьма значимая. Учитывая стратегические энергозапасы для страны, доступ ко всем этим ресурсам должна обеспечить в перспективе развитая территориальная инфраструктура. Над этим мы сегодня работаем. Речь идет о развитии производственной, транспортной, портовой и авиаинфраструктуры. Второй значимый для региона документ – это подписанный в июне текущего года договор между Ненецким автономным округом и Архангельской областью взаимодействия и присутствия полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Согласно договору, все государственные полномочия с 1 января 2015 года возвращаются на исполнение органам власти Ненецко-автономного округа вместе с зачислением в доход окружного бюджета налоговых поступлений. Договором установлена четкая и понятная система взаимоотношений, что дает нам независимость принятия решений и возможность долгосрочного планирования в семилетнем периоде. Третий знаковый для Ненецко-автономного округа документ был подписан в мае в рамках работы Международного экономического форума в городе Санкт-Петербурге. Речь идет о соглашении между Ненецко-автономным округом и крупнейшей нефтяной российской компанией «Роснефть». Этот документ по значимости и масштабности, пожалуй, первый в своем роде для нашего региона. Он призван обеспечить реализацию ряда самых серьезных инфраструктурных проектов. Еще один документ, о котором напомнил глава региона – соглашение с «Роснефтью», которое было подписано в мае этого года в Санкт-Петербурге. Сотрудничество с одной из крупнейших нефтяных компаний поможет обеспечить достойную жизнь населению и стабильное социально-экономическое положение в регионе. Также в докладе Игорь Кошин отметил о социальной ориентированности бюджета на 2015 год и плановые периоды 2016-2017 года. Одна-вторая доходная часть окружного бюджета напрямую связана с двумя показателями – цены барреля нефти и курса доллара. Несмотря на это, округ готов к различным сценариям и в случае необходимости будет вносить соответствующие коррективы. В основе расходной части бюджета – финансирование приоритетных задач. В структуре расходов более 5 миллиардов рублей предусмотрены на образование, 2 миллиарда 700 миллионов – на реализацию социальной политики, 2 миллиарда 400 миллионов – на развитие жилищно-коммунального хозяйства и почти столько же – на здравоохранение, порядка 2 миллиардов – на жилищные программы. – Хочу акцентировать ваше внимание и внимание жителей округа на то, что все социальные выплаты и льготы населению в окружном бюджете учтены. Более того, многие социальные выплаты прииндексированы, что не делалось уже много лет. Речь идет об ежемесячных выплатах за счет окружного бюджета пенсионерам по старости, ветеранам Великой Отечественной войны, труженькам тыла, детям войны, другим категориям. Кроме того, введены новые льготы и надбавки, в том числе и с обращениями отдельных групп населения. Один из самых свежих примеров – доплата за счет средств окружного бюджета к пенсии по инвалидности, включая детей и инвалидов, а также надбавки педагогам в школы и детских садов за классное руководство и руководство группами. Кроме того, в ходе заседания Совета также затронули такие темы, как централизация строительства в регионе, развитие потреб коопераций и предпринимательства и другие социально и экономически значимые темы. Также губернатор поручил главам сельских поселений до 15 апреля представить свое видение концепции развития сел в Ненецком округе. Контроль за исполнением всех поручений губернатор возложил на своих заместителей.